Стою себе, точу, финализирую бритвы, присланные Николаем в очередной раз. Скажем так, удивляюсь, поражаюсь и радуюсь единовременно тому, насколько... Простите... Насколько всё-таки кайфово и у французов стали. И тут приходит ко мне радиограмма от Ивара с просьбой принять его инструмент на техническое обслуживание. Посмотрел, прикинул по времени. В планах никаких сбивок не происходит. Всё, успеваю. Думаю, естественно. Договорились. Нарядил черевички и побежал. Встретились. Данная бритва была в использовании без двух месяцев, два года, на одну секундочку. Это к разговору о том, сколько может держать заточку бритвы. Причём, эту бритву я ещё точил на синтетических камнях. Естественно, я когда пришёл, её осмотрел. Ну, опять-таки, мне за себя снова не стыдно. Всё там было нормально. И волосы нарезал как положено. Единственная просьба у Ивара была следующая. Нужно было слегка подбить осевой, поскольку чуть свободнее, чем хотелось бы, клинок вращался в оправе. Назовём это так, находился. А поскольку оправа деревянная, тут надо было поймать такой момент, дабы не погружать шайбу глубже в оправу. А здесь ещё, помимо всего прочего, дистанционные шайбы установлены. Они дают, с одной стороны, естественно, более такую плавность, но, с другой стороны, при подбитии, они, скажем так, позволяют менее стабильно укрепить клинок в оправе. Ну, естественно, поскольку бритва затачивалась один раз и затачивалась мной фаска, мной не потому, что я супермастер, а мной просто потому, что я её точил. Фаска одна, фаска тонкая, очень быстро я с самого начала это всё освежил и отфинишировал. Ну, естественно, уже на камне, на натуральном. Причём, поскольку сталь здесь такая достаточно твёрдая и сухая, ну, относительно, конечно, решил я использовать финишным камнем камень души. И он помягче будет. Вот, аккуратно, где нам, как его показать. На тёмненько. Вот, он бежит за виток. Ну, это всё, конечно, шутки-фокусы. Ну, вот, в общем-то, и всё. Сейчас бритву соберу, законному владельцу передам и буду заканчивать бритву для Николая. Всё, в общем-то, на этом всё. Спасибо за внимание. И до скорых встреч в эфире. Пока.